И всем привет, ребят, с вами Сорвайка, с вами был Игорь Негода, и сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике. Сегодня у нас в среду, вдруг необычно, для этого дня появляется информация по глобальным обновлениям в нашей игре. Если вы ждали этот видеоролик, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал. Ну и, конечно же, не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоина. Для этого настройка игры в аккаунтике встанет ему личный такток темпе, дальше оформляйте покупку в магазине. Ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо наших списков обновлений, обо всем по порядку пройдемся. В эпических контейнерах добавлено новое устройство для магнума, оглушающий сердечник. Это устройство наносит статус эффекта оглушения, в принципе, ничего интересного. Ремастер эффекта выстрела пушки рельса появляется. Получается, уже с завтрашнего дня припасы в гараже теперь покупаются пакетами. По одному 100, 1000, 3999 единиц. Покупка золотых ящиков также доступна теперь из гаража и больше не доступна в магазине. Доработан механизм открытия контейнеров. Исправлено некоторое отображение интерфейса открытия контейнеров для мобильных устройств. При открытии контейнера теперь видно только текущую награду без демонстрации всего списка наград. Добавлен новый экран после получения наград по одной, на котором указывается весь список наград. Открытие наград по одной теперь можно полностью пропустить. То есть можно быстро теперь открывать контейнеры. Это тоже неплохое обновление. Добавлен механизм жалоб на сообщение в лобби чате. Не понял, что это за прикол. Ну ладно, в контекстное меню добавлен пункт, который отправляет анонимную жалобу, которая будет рассмотрена модераторами. То есть теперь не будет показываться эта жалоба. Добавлен механизм жалоб на название про битв. Добавлена возможность отправить анонимную жалобу, которая будет рассмотрена модераторами. Так, это я прочитал. По специальной кнопке рядом с кареткой чата или по комбинации Ctrl плюс Enter можно вызвать окно истории всех сообщений в бою. Ничего себе. По клику на отдельное сообщение из этого списка можно отправить анонимную жалобу, которая будет рассмотрена модераторами. Экспериментальный трехмерный индикатор направления получаемого урона можно включить в настройках игры. Насчет этого я тоже уже знаю информацию. Я тоже уже это продемонстрировал, только это еще не вышло в рамках видоса. Скоро тоже выйдет, вы увидите, как это дело работает. В обычные эпические контейнеры добавлены следующие устройства в категории легендарных. Устройство драйвер для корпуса Хоппера, устройство подрывник для корпуса Викинг, устройство подрывник для корпуса Диктатор, устройство спасатель для корпуса АРС. А где АРС драйвер, непонятно. Пушка-молот, перезарядка выстрелов увеличивается, апается он, но Джаггернаут полностью нерфится и нерфится очень жестко. Во-первых, нерфится пушка-терминатор, перезарядка между выстрелами становится дольше в два раза, задержка перед выстрелом становится дольше на 0,2 секунды, наиводка становится дольше на 0,2 секунды, перезарядка после залпа становится дольше в два, больше, чем даже в два с половиной раза. Шанс критического урона становится стабильным 15%, но какой шанс критического урона, если у тебя все остальные параметры пушки нерфятся? При этом запас прочности, ХП Джаггернаута нерфится с 30 тысяч МК-8 до 20 тысяч, лечение от овердрайва нерфится в два раза и еще хуже становится. Заряд овердрайва от времени уменьшается при этом в полтора раза и урон от самоуничтожения становится тоже в два раза меньше. То есть, по сути, это полный, тотальный нерв Джаггера. И, наконец-таки, теперь трофейчики в Джаггернауте станет набивать значительно-значительно сложнее. При этом число командных очков до завершения в ТДМке увеличивается на 10 киллов, в ЦТФе увеличивается на 3 флага в штурме на 1 флаг, либо на 10 киллов за деф в регби с 7 мячей до 12 мячей, и в Джаггернауте с 10 до 15, чтобы катки быстро не завершались и каждый мог фармить хорошее количество звезд. За полный бой сейчас у нас как раз-таки большее увеличение звезд. Время до появления флагов в режиме ЦТФ увеличено с 60 секунд до 90. По сути, много интересных глобальных обновлений, которые поменяют баланс игры, поменяют режимы игры, и все это дело появится когда? Вопрос лишь только когда оно появится, потому что здесь не написано, когда появится это все дело. Давайте зайдем, посмотрим, есть ли еще у нас какое-то обновление. Появится это все дело завтра или появится это релиз 7.03. Да, значит завтра. Все это дело появляется у нас завтра в четверг уже в игре. Пишите, что вы думаете. Я, честно говоря, рад нерву Джаггернаута. Мне, честно говоря, уже немножко поднадоела вся эта ситуация, которая крутится вокруг этого режима. Поэтому я уже хотел бы, чтобы это поменялось, и чтобы вообще трофеи начали бить игроки уже в нормальных режимах. Ну и посмотрим, что будет с боями, которые будут идти с завтрашнего дня значительно дольше. Ну и по поводу, я так понимаю, жалоб. Жалобы уже тоже пытаются сделать более похожими на то, как они должны выглядеть. Пишите все свои мысли. Обязательно поддерживайте данный видос лайком за скорость, за информативность в списке обновлений. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok